Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о кожевничестве, а именно о реализации твердокаменной кожи. Кожевничество разделено на два раздела. Первый это твердокаменная кожа, о которой мы поговорим сегодня, а второй это штормовая чешуя, о которой поговорим позднее в каком-либо уже другом видео. Ну что ж, кожевничество с твердокаменной кожей позволяет производить различные игрушки, которые весьма выгодны при продаже их на аукционе, либо можно их и лично использовать, лично изучить для пополнения своей коллекции. Также есть периферия в виде конского доспеха из твердокаменной кожи, который обращает фарм каких-либо ресурсов, хотя сейчас это уже и не особо используется, увы. Еще одна игрушечка. Также производство барабанов. Крафт добавленный, по-моему, в обновлении 7.1 или 7.1.5, относительно недавний, на самом деле не со старта легиона, это уж точно, который требует кожу. Когти и зубы. Когти и зубы это такие материалы, которые на самом деле и на аукционе стоят очень дешево, да и при снятии шкур добываются в весьма большом количестве. Ну и различные какие-либо крафты синих доспехов. Есть крафты, которые выгодны для распыления, если цена продажи превышает цену осколка, как вариант. А есть те крафты, которые выгодны чисто при продаже торговцу. К примеру, это башмаки. На ступне второго уровня, тратится 12 кожи и 5 когтей. Цена продажи 28 золота, если рассмотреть другие какие-либо крафты. Перчатки 19. Наплечные щитки, да, у них цена продажи больше, чем у башмаков. У башмаков почти 28, у наплечников 28,37. Но расход кожи на 6 штучек больше. А по цене аукциона это 12 голды сверху. Не думаю, что вы будете таким заниматься. Пояс. Цена продажи 18 голды. Не интересует нас. Штаны. Цена продажи 36 голды. Как вариант, можно разделить цену этих поножей на цену на на количество твердокаменной кожи. 36 поделив на 24 будет 1,5. 28 поделив на 18. Цена одной кожи получается. Где-то 1,5. 1,6. У башмаков где-то 2,1, 2,2. То есть башмаки в этом деле все же выигрывают. Идем дальше. Нагрудник 34 голды. Цена продажи торговцу. Голова 25. То есть все это дело вы можете сами прекрасно просчитать и сами для себя выявить выгодный рецепт. Если же подумать о какой-либо реализации дальнейшей, то есть не производство чистой голды, а производство ее через акцион, то как вариант мы делаем различные игрушки, которые можно выгодно продать. Глянем сколько в текущий момент стоит эта кожаная постелька. Эта кожаная постелька стоит всего лишь 240 голды. При этом она тратит 5 скверношкуры и 50 кожи обычной. Все это не особо то и интересно в текущий момент. Кожаный поводок, он требует скверношкуры меньше и при этом стоит дороже. Конский доспех. Я не думаю, что его реально в текущий момент покупают, так что производство его крайне опасно. Ну а если же вы уже замедлите с реализацией твердокаменной кожи, то просто наделайте себе барабанов. Барабаны всегда были, есть и будут в актуальности, как при прохождении какого-либо соло контента бойцовской гильдии, так и при покорении миф плюсов. Без шаманов, магов или охотников. Выберите для себя самый выгодный крафт, который выгоден для вашего сервера, потому что цены разные и цены очень сильно скачут в последнее время, потому что аукционом пользуются не все грамотно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не болейте, берегите ноги, ума вам побольше. До скорого!